Исключений быть не может. Все строго. При входе в детскую поликлинику на улице Говорова температуру измеряют каждому. Глава округа не исключение. На базе медучреждения разместился единый диспетчерский центр, куда стекаются все звонки пациентов по вызову врачей на дом и получению справочной информации о работе поликлиник. Андрей Иванов вместе с главврачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым проверили работу колл-центра. Чтобы поддержать сотрудников, принесли витаминные фрукты. Сегодня в колл-центре в две смены с 7 утра до 8 часов вечера работают 18 человек. Среди них 5 студентов медучилищ. Все они следуют регламенту, утвержденному Минздравом. В день только операторы, работающие по городу Одинцово, обрабатывают около 20 тысяч звонков. В основном пациенты вызывают врача на дом. Мы считаем, что в оптимальном своем формате это должно быть 25-30 человек вместо 8. Так должно быть ценно. Тогда у нас никаких сбоев, задержек ни по звонкам, ни по качеству того, что мы объясняем жителям. Тем временем на улице ждут своих пассажиров новенькие ларгусы. Их передала медикам администрация округа. А по распоряжению главы выделили еще и 8 водителей, которые вошли во временный штат Одинцовской областной больницы. А сколько вы выходите на смену? К 8 утра? И до? До 8. Целый день с обедом? Как получается. Если получается. Тяжелая работа? Ну, достаточно. В чем основная нагрузка? Во дворах толкаться? Ну да, между машинами все запарковано, да, и эти сугробы везде. Автомобили для работы неотложной помощи оказались весьма кстати. Из-за напряженной эпидемиологической обстановки количество заявок на вызов врача на дом увеличилось примерно в три раза. Также машины будут доставлять к пациентам медработников для проведения ПЦР-тестов и использоваться для транспортировки медицинских изделий. Да, порядка 19 машин мы получили в прошлом году. До этого мы получили порядка 13 машин. И пока еще парк требует обновления. То есть мы еще не обновили свой автопарк полностью. Поэтому на этот год сформирована заявка. И мы также надеемся, что в Минздраве Московской области, ну я уверен, что у нас будет программа по обновлению нашего автопарка. Наталья Гончарова, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...